Первые археологические раскопки на территории Сочи провели в 1937 году. Тогда экспедицию организовал Институт истории и материальной культуры Российской академии наук. Одной из самых богатых на находке стала Ахштырская пещера. Много интересного удалось раскопать и в Воронцовской. Она даже стала предметом исследования в одной из кандидатских диссертаций. Часть находок пополнила фонды музея истории Сочи. Экспонаты говорят о том, что территорию курорта начали заселять еще в глубокой древности. Их бесчисленное множество. В музее насчитывается свыше 20 тысяч предметов фонда. Когда я беру предмет в уроке, для меня за ним оживает целая история. Я вижу, как его обрабатывал человек, как он его делал, как он с ним ходил на охоту. Кстати, Елена Галищева сейчас начала работу над новой выставкой «Сокровище древнего Сочи». В нее войдут экспонаты, которые были найдены в ходе олимпийского строительства как в горном, так и в прибрежном кластере. Ведь при возведении объектов, будь то дорога или спортивный дворец, к работе обязательно привлекали археологов. Результат – сотня уникальных с точки зрения истории, найденных в земле вещей. Например, вот эти обнаружены около села Голицыно на месте храма Ильи Пророка, который датируется IX-XI веками. В коллекции предметы эпохи Средневековья – гвозди, черепица, элементы украшений. Вокруг храма были найдены захоронения, 15 захоронений. В частности, посмотрите, вот этот сосуд с шаровидным туловым. Он был найден в погребении. Сейчас все предметы тщательно изучаются. На каждый будет составлен специальный паспорт. Выставку «Сокровище древнего Сочи» планируют открыть в ноябре.